Всем привет друзья, с вами Коржик, это игра Русская Рыбалка 4 и это уже третья серия прокачки аккаунта с нуля, а именно аккаунт поплавочника. Прошлые серии вы можете найти в одном плейлисте, который находится в закрепленном комментарии, поэтому не теряйте и смотрите прошлые серии, если вы впервые наткнулись на этот канал. Значит друзья, что мы делали в прошлых сериях? Мы научились с вами ловить уклейку на перловку. Мы поняли, что можно не тратить деньги на муху, которая реально дорого стоит, а ловить это все на перловку. То есть мы быстренько купили хлеба, на 40 монет прокачали перловку и ловили-ловили уклейку. Ерша, к сожалению, мы с вами не нашли, но мне потом уже объяснили, что я по-моему ловил его неправильно. Нужно ловить его максимально низко, то есть прям на самом дне. Я же ловил его постоянно, ну получается в глубине воды, короче, и у меня поэтому он не клевал. И нужно было забрасывать максимально близко к себе, потому что когда мы ловим на донку, как бы приманка падает, когда она падает на дно, она немножко приближается к нам. Я же поплавок закидывал далеко. Я наформил немножко денег, значит без вас я половил буквально около 4 реальных часов. Я ловил только уклейку, чтобы не врать вам, ну я не вру вообще-то, просто покажу, что вообще у меня получается. Значит я выловил 1200 рыб, 12 трофеев уклейки, значит что я делал, что я делал. А вот, значит 300 мухи я покупал при вас, и вот все, все основное время я ловил на перловку. Это именно я ловил уклейку. Пятый получается час я опять ловил уклейку без вас, и у меня вышло получается 1500 монет я наформил. И сейчас буквально с вами сразу же заходим в кафешку. И что мы еще тоже в прошлой серии поняли? То, что эта кафешка дает практически процентов 30 нашего заработка, поэтому ее не игнорируем. Например, та же самая платва, видите, вот незачетная практически, нам дает какие-то прибавки к нашей зарплате, так сказать. Ерша нету, потому что я ловить его не научился. Сдаем сразу всю уклейку, вот я ловил за 1 час, я половил, сколько тут штук получилось, 128. Продаем, и у нас есть 1700 монет. Сегодня в планах у меня половить леща, купить новые палки, прокачать прикорм, прокачать наживку и половить даже на бойлы. Так что серия будет довольно-таки сочная. Возможно, поделим ее на 2 части. Для начала, что бы я хотел сказать? У меня на канале давно уже есть видосы про прокачки наживки, прикормки и приманки. Сегодня, пока у меня счастливый час не активирован, я хочу прокачать наживку и прикорм. Как я буду это делать? Смотрите, друзья, у меня есть таблицы. Вот они, прикорм и наживка. Эти таблицы будут в закрепленном комментарии, то есть именно плейлист на прокачку прикормки, наживки и приманок. Как я буду качать прикорм? Мне в данный момент нужно купить острый чеснок, то есть докачаться до острого чеснока. Что я, смотрите, как я делаю. Нажимаю острый чеснок, нахожу его. Здесь написано, нужно 30%. 30%. Захожу сюда, захожу на приготовление прикормки, 30% это у нас вот, 30%. Захожу в мои эти таблицы и вижу, что, чтобы докачаться до 30%, вот видите, мне нужно 76 этих сухарей, потом 74 комбикорма и на все про все у меня уйдет 78 монет. Ну пусть будет 100. Все, прикорм у нас будет прокачан. Что нам нужно делать по наживке? Мне нужна гороховая каша, добыча наживок, гороховая каша находится, вот она, до 40%. В данный момент у нас 31%. Чтобы нам прокачать наживку, заходим, смотрим наши ступеньки. То есть до 40% нужно прокачаться на перловки. То есть я сейчас просто куплю перловки, сколько получается? Если у меня сейчас 30%, это 154 серебра, я даже не знаю, ну перловки 50 куплю, наверное, и прокачаюсь до наживки. Вот, и потом мы пойдем с вами, мне часто слезно просили, чтобы я ловил не только уклейку, но и ельца. Я хочу сейчас поехать на вьюнок и проверить, есть ли фарм на ельце. А потом уже мы с вами купим палки и поедем ловить леща. Как мы будем прокачивать прикорм? Значит, заходим на вьюнок, покупаем там сухари, покупаем там комбикорм и прокачиваемся. Потом покупаем перловку и прокачиваемся. Вот. Сейчас я вам это показывать не буду, я просто сделаю это, ну склейку, и потом уже, чтобы не тянуть ваше время. Вот. Комбикорм не покупается сразу, покупаются сначала сухари, потом комбикорм. Ну, короче, друзья, по таблице вы все разберетесь, если кто-то еще не прокачивал. Я же это делаю уже миллиардный раз, короче, и все хорошо получается. Еще раз глянем быстренько, сколько мне нужно сухарей, получается прикорм. Сухари 76 штук. Ну, получается, я не смогу купить 76 штук, правильно? Я куплю себе сухари, 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 молотые сухари 50-20-20. Наверное, так, короче, куплю и все, и буду потихоньку прокачивать. Наживка, прикорм, обыкновенная смесь. Сюда добавляем сухари и просто нажимаем изготовить, и тем самым прокачиваем прикорм. Все, вернусь, а когда уже будет 30%. Есть 15%, теперь продолжаем качаться на комбикорме. Комбикорм продается на вьюнке, почему же я сюда приехал? И по таблице мне, получается, нужно комбикорма 74 штуки тоже. То есть, сейчас быстренько глянем, в каких количествах оно продается. Вот этот комбикорм 50-20 и 20 возьмем. Вот так вот у нас будет, получается. И продолжаем также дальше прикорм, обыкновенная смесь, вместо сухарей добавляем комбикорм и качаемся до 30%. Я погнал. Так, друзья, есть 30%, теперь мы можем делать прикорм на леща. Там уже разберемся, какой будем рецепт делать. Главное, чтобы у нас гороховая... Ладно, гороховая каша потом глянем. Теперь, пока у нас идет, получается, счастливый час, покупаем перловку. Нет, это не перловка корж. Вот перловка. Это тоже не перловка. А где перловка? Кто-нибудь видит ее? Я? Нет. А вот, вижу, нашел. Значит, купим 20 порций. Вот. И будем потихонечку крафтить, получается, наживку, перловку, чтобы выкатить гороховую, мать ее, кашу. И тогда мы уже точно сможем нормально ловить леща. Нам нужно 40%, повторюсь. Продолжаю я дальше. Если что, буду докупать. Так, есть. Приготовление творожного теста, приготовление гороховой каши. Идеально. Теперь бы еще хотел бы глянуть, могу ли я в основу, в прикорм на нашего леща добавлять гороховую основу. Потому что я не знаю, честно, основа откуда открывается. Молотый горох. А, вот, видите, в чем прикол? У меня молотый горох закрытый, к сожалению. Поэтому я пойду еще, наверное, потрачу какие-то деньги, чтобы докачаться до 40%. Потому что это реально сейчас очень-очень важно на леща. Поэтому я обратно возвращаюсь за комбикормом до 40%. Чтобы мне прокачаться, мне нужно, получается, сколько комбикорма? 50 штук всего. 50 штук. А у меня в наличии сколько, 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 сколько? 15. Но придется, в сторону, 50 покупать и прокачивать дальше прикорм на обыкновенной смеси, на комбикорм. Я погнал. Так, все, друзья. Минимум какой-то мы прокачали, друзья, с вами. На все про все у меня ушло. Сколько получается, монет 200, ну, 300, да, наверное. Монет 300 у меня ушло. И все, я готов ловить леща. Поэтому, когда мне просят прикорм, просят наживку на леща. Мне реально это бомбит. Потому что я мог это сделать еще на 12 уровне. Легко. Мне деньги были. Это качается просто за какие-то несчастные копейки. Прикорм и наживка на леща. Итак, друзья, как я обещал, сейчас пойду попробую половить ельца. Но мне нужен купить кастер. Если я сейчас проверю правильно, человек ловил, получается, наживка личинка поденки плюс кастер. Или, если без бутербродов, прилететь личинка поденки. Хорошо. Давайте глянем, что у нас есть. Кастер. Продается он вообще здесь или нет. Давайте 30 штук возьмем. И возьмем столько же личинки поденки. Личинки поденки. А вот вопрос, какой у него был крючок, я так и не понял. Ага, 22, 24. А мне вот интересно, личинка поденки у меня... А, это мне игра дарила, да? 15 штук. Блин. Ну, если что, я сбегаю еще куплю. Потому что, что-то я на самом деле не верю, что будут у меня клювать на личинку поденки. Да. Вот. Попробуем сейчас ельца половить. Посмотрим, что у нас выйдет за световой день. Вот. Точка получилась на пол... А, тут карты нету. Блин, а пойти карту купить все равно понадобится когда-нибудь. Карта, 5 монет. Копеечки. Значит, где-то вот здесь, что ли, он не ловил его. Значит, сейчас приду, покажу, и потом половим уже. Значит, вот, вот здесь я нахожусь. Одна у меня палка будет на кастер. Это же кастер висит, или что это такое? Что оно такое? Опять начинается вот это вот зацепление. Это кастер так выглядит? Не могу понять. А что он так телепается? Это же не кастер. Не могу понять ни хрена. А, нет, это не кастер. У меня здесь поденка, да. А здесь у меня кастер. О, теперь нормально. Так, и чувак говорит, получается, глубина 18 сантиметров. То есть, то же самое, что мы на личинку поденки. Ой, на личинку. Ой, господи, что? Короче, ну, эту, уклейку мы ловили. Так, попробуем половить на две сначала разных. Посмотрим, на что клевать лучше будет. Так, первый у меня желтый, второй у меня белый. Все, нужно запомнить и попробовать половить. Давайте постоим минуты три. Посмотрим, вообще клевать будет или нет. Так, желтый это первый. Ага, желтый это первый. Второй это белый. Так, желтый это личинка. Белый это кастер. Господи. Что-то пока тишина какая-то. Блин, с такими короткими махами вообще, блин, ни хрена невозможно сделать, блин. Ну. Так, я так понял, нужно постановить проводку, да, ловить? Хорошо. Так, а ну-ка. А, ну ясно, короче. Я не смогу здесь ловить, на этом берегу. Потому что отскок сильно идет. Угу, ну да. О, господи. О, а ну-ка. Мне, наверное, кажется, нужно на одну палку ловить, наверное, да? В проводку. Ага, вижу. На вторую, наверное, палку не получится ловить. А ну-ка. О, елец есть. Ох, ни хрена себе. Слушайте, ну, в принципе, давай попробуем на одну палку тогда. На две палки не получится, наверное, нужно в проводку постоянно ловить. Давайте я поставлю тогда на одну палку половлю. Если что, потом подъемки еще подъеду куплю. Блин, отскок сильно идет. Ладно, не буду вас мучить, короче. Потом уже скажу по итогам, что у меня получилось. Короче, друзья, херня это все. На том берегу, где я был вот здесь вот, у меня получается один елец при вас клюнуло все. Потом караси, окуни. Вот, пришел еще на старую точку, на ельца тоже здесь вот, я стою возле базы. Вот, вот здесь вот. На кастер клюет, короче, уклейка. Поэтому я сделал вывод. Сейчас просто еду на комариное, добиваю счастливый час там, чтобы прокачать мах немножечко. И потом мы идем уже покупать с вами палки. И попробуем половить на бойлы, потом леща уже. Так, ну что, отловил я там световой день. И уклейка до сих пор работает. 82, 89 координаты, по-моему. Вот, точка работы уже неделю. Все отлично. По кафешке быстренько тоже прогуляемся. Уклейки нету, к сожалению. Ну и хрен с ней, короче. Вот. За сколько тут ей получается? Я тут просто уже тусуюсь, за хрен знает сколько времени. За 20 минут у меня получилось 100 монет почти. Ну почти. Все, теперь самое главное, покупаем новые снасти, друзья. Надеюсь, денежки хватит. И мы купим еще даже какие-нибудь бойлы сегодня. Так, какие я решил покупать себе удилища? Мне все говорили, покупай белмар. Вот такой вот, за 369 монет. Типа он хороший, прочность 8,6. Под леща должно хватить. Но я себе выбрал не 7 метровых. Но я повторюсь, я хочу себе именно 8 метровый мах. Это именно линер. Вот такой вот. За 394 монеты. Да, на 30 монет дороже. Но то же самое. 808,7 килограмм прочностью. То есть под леща нам должно хватить. Если покупать что-то из... Это у нас ультралайт идет. Ну типа что-то типа лайта. Короче, ну с бонусами. Это нам не нужно. Это дорого и бесполезно. Следующая палка это была за 600 монет. Но мне уже не хватит. Здесь конечно прочность побольше. Да, тут даже 8 метровый есть. Ну где-то должен быть. Но это слишком дорого для меня. Я же хочу уже начать ловить другую рыбу. Потому что ну реально укрейка с ума сведет. Я хочу 8 метровый. Поэтому покупаю 3 вот таких вот телестика. 1, 2, 3. Осталось от 400 трансмонета. Под эти палки мы покупаем получается леску на 8 килограмм нейлоновую. Леска нейлоновая. Так, что бы мы с вами друзья выбрали. По-моему вот здесь вот есть 8 метровые. Есть. Да, по 20 монет в принципе можно купить. А если мы поищем что-нибудь подороже. А какая разница, не могу понять. А зачем здесь 2а? А, white и grey. Подожди. А grey мне не нужен. Мне серая не нужна. Мне нужна нейлоновая. То есть что-нибудь такое типа вот снэйка бы взять бы. Тут такого нету. Есть 7,8. Мало. Green. Нафиг мне нужен. Это длинные слишком. Дорогие. Это тоже. Heavy. Так, снэйк. Браун. Калере какой-то. Это что такое калере? О. Так. Выполнено в дымчато-сером, темно-зеленом и коричневом. Мне нужно что-то не... Может флюрик все-таки купим, блин. Нахер мне этот нейлон нужен? Например, что-то из этого. Например, все выбрать. 7,7. Здесь у нас 7,8. Блин, хреново, что 8-метрового ничего нету. Ой, 8-килограммового. То есть. Так, что мы здесь смотрим? Здесь вообще фигня какая-то. Здесь уже прям реально цены конские. Здесь 8,2 в принципе. Гля. 8,2. Это получится выйдет на все-про-всю. 370 монет. И у меня останется всего лишь 60 монет. Это слишком мало. Слишком мало. Но я бы такую себе взял бы лучше бы. 8,2 прям идеально подошло бы под мои снасти. Ладно, давайте что-нибудь переходное возьмем. Дешевенькое. А потом, если что, тогда уже купим что-нибудь нормальное. Поэтому возвращаемся в нейлон. Возвращаемся вот сюда. Только не грей. Тут что написано у нас получается? Выпускается в бесцветном и зеленом вариантах. Это грей. Это грей, это по-моему серый вариант. А это white. В бесцветном и зеленом. А грей, это разве не green? Green даже зеленая. Я надеюсь, наверное, вот это подойдет мне лучше всего. Потом покупаем раз, два, три. Давайте попробуем собрать на 16. Выбираем линер. Выбираем линер. Выбираем линер. И по поводу, короче, получается что? Леска? Да, на 8 килограмм. Нам нужно еще, получается, докупить, получается, грузиков, наверное. Потому что, мне кажется, их... Не, хватит, в принципе. Их хватит. Нам нужно купить по плавке какие-нибудь. Нет, нет, нам нужны поплавки обыкновенные. Какие бы взял бы я? Я бы взял бы вот эти вот поплавки, которые светятся. Вот они. А сколько они стоят? Ага, купил. Ага, спасибо огромное. Блин, они, наверное, будут стоить, наверное, до хрена, наверное, мне кажется, да? Для начала. Ладно, тогда возьмем, короче, опять обычно красный, красный и желтый. То есть, раз, раз и желтый. Попробуем сделать так, собрать. Значит, сюда красный. Так, крючки еще не покупаем. Здесь покупаем, здесь ставим, значит, леску. Ставим. Подожди, я там поставил желтый, что ли? Подождите, подождите, подождите. Мне нужно, чтобы это было максимально все правильно. Здесь красный. На второй палке желтый. И на третьей палке тоже леска и поплавок. Леска и красный поплавок. Так, дальше, что нам нужно? Мы ловим без поводка. Грузики автоматически устанавливаются. Теперь нам нужны карповые крючки. Крючки. Это не крючки. Вот крючки. Карповые. Интересно, берсерки нам уже открыты или нет? Да, открыты уже. Но большого, к сожалению, пока что здесь нету. Плохо. Плохо. Так, а ну-ка. А если мы покупим с вами... Купим Могу. Или купим китайские крючки, которые тоже хорошие. Нет. Давайте пойдем на вьюнок. Там боляне. Может, там есть они. На вьюнке тоже большого одного нету. Ну, мне плевать. Я буду доходиться до конца. Хотя, подожди, Корж. Ты что-то тупишь. Потому что вдруг будут обрывы. А вдруг не будет. Давай рискнем. Давай. На старый острог едем. На старом остроге тоже нету. Вот как в эту игру играть, скажите, пожалуйста. Если я хочу себе карповые крючки. Здесь приход 8 монет. Здесь 25 монет. На медвежки магазина нету. Волха у меня еще не открытый. Давай на белую сестьем. Давай. Я же говорю. Если я начал искать... Я сейчас еще на коре даже поеду проверять крючки. Ну, реально. Меня это бесит капец в этой игре. Почему не могу купить то, что я хочу? Сколько можно искать постоянно? Господи. Давай, грузись, коза дикая. Спасибо. Так. Рыболовный рынок у нас, по-моему, там он, далеке находится. Так. Нет, то не он. Вот он он. Крючки. Карповые. Красные. Так. Большой. Один. О. Раз, два, три. Капец. Денег ни хрена нету. Вот. Заодно сразу же здесь можно купить, получается. Я понимаю, что здесь будет дороже, но плевать уже. Нам нужен сладкий банан, тонущий, бойл, 14 размер. Возьмем раз. Для начала. И дип банан нам нужен. Та ёб твою мать, не хай. Ладно, извините. Сладкие, сладкие сливки теперь нам нужны. Вот такие вот, 16 размера. Раз. Ну, давайте 25. Значит, просто проверим, будет ли плев или нету. Так, теперь обратно возвращаемся в юнок. Посмотрим, есть ли там банановый дип или нету. И да, потом на комаре глянем. Сейчас мы будем пробовать ловить на бойлы карася. Ладно, как я сейчас куплюсь, я уже пойду, короче, чтобы время не тянуть. Короче, друзья, я просто ненавижу эту игру. Ну, реально. Смотрите, знаете, где нахожусь. Я нахожусь на озере Кори. Я потратил деньги на переезд. 25 монет. Я приехал в магазин. Я жму банан. Я жму банановый дип. Бананового дипа нету. Смотрите, друзья, вспомните, пожалуйста, я был на белой, вот здесь вот его нету. Я приехал на въюнок, его нету, я приехал на комаре, его нету, я приехал на старый острог, его нету. На Коре сейчас нахожусь, я его нету. На Медвежке магазина нету. Я сейчас не могу купить себе банановый дип. Как в эту сраную игру играть? Скажите мне, пожалуйста. Нет, просто подождите. Друзья, подождите секундочку, просто подождите. Просто зайдите, напишите, пожалуйста, в комментариях, как в эту сраную игру играть я не хочу играть я пошел домой все пока короче друзья я немного бомбанул да я не могу просто не понимаю а знаете чем приколы раз добавлю вам ну по поднакину еще немножечко знаете чем прикол я отошел я думаю ладно хорошо у нас какая получается система у нас будут бойлы банан плюс сладкие сливки deep у нас будет банановый правильно правильно его нету нигде волков не закрытый я подумал а если поставить сливки просто deep то есть ну мешану ну вы поняли короче я знаете что сделал я ну вне вне камеры вне кадра поехал на комарина я поехал на венок и поехал на строк я поехал на белую и знаете что нету дипа сливки нету нету и все вот корж и и и и без как хочешь вот правда без как хочешь я не понимаю как тут можно играть новичкам просто не понимаю приехал я опять на коре опять потратил еще 25 монет короче здесь единственное место где сливки нашел это непонятно будет ли они работать не будут они работать я не знаю короче покупаю мне осталось 25 монет друзья 25 монет у меня осталось вы как вы представляете как играть в эту игру ладно все хорош ныть если что короче просто пойду опять долбить короче уклейку не других вариантов нету попробуем сейчас собрать получается и не помню там по моему поводки еще нужны а да там поводки еще нужны мне денег нету даже купить я охренею все друзья короче придется мне опять идти просто долбить уклейку вот смотрите друзья чтоб мне классическую волосяную поставить мне нужен фидерный поводок у меня его нету даже если зайти в магазин гляну сколько поводки стоит короче у меня их просто принципе нету денег оснастка даже если куплю просто поводки обыкновенные фидерные то есть или обыкновенные какие нужны блин фидерный поводок спасибо да это значит получается фидерные по моему флюорокарбона о плетеный шнур а какой тут цвет зеленый серый зеленый боже мой я в шоке так что это у нас 2 и 3 килограмма что и на 2 и 3 килограмма сделаю а шо а всем и 7 чё купим как вы думаете мне просто фишка в том что нужно хотя бы прикорм на карпа сделать хотя бы один а чтобы его сделать нужно прикорм получается на карпа ой на карпа извините на карася на карася мне нужен молотый сухари мне остались а пшено и масло пшено и масло я не знаю что сейчас будет друзья это пипец просто вареное пшено ну хотя бы одну порцию просто бомж просто бомжара друзья он нормально в принципе хватает сейчас мы друзья сейчас мы сахера чему серьезно говорю сейчас на фармим сейчас еще потом леща пойдем ловить так изготавливаем есть хотя бы один раз мы сделали прикорм да я худею что за хрень вы игра ты издеваешься надо мной вареное пшено ладно давай еще разочек без проблем я же я же не сдамся я ждать до конца буду долбить эту херню это конечно желательно два раза купить эту сифеню это потому что прикорм за полчаса и 1 раз рассасывается ну хотя бы просто проверим клев будет ли нет если что-то психану пойду на этот на уклейку опять уклейка как минимум никогда не кончается и мне нужна оснастка мне нужны фильтрные поводки и куплю все флюрокарбоновый самый дешевый на 7 и 7 1 2 3 2 монеты друзья осталось 2 монеты надеюсь у нас все выйдет сейчас я приготовлю оснастку встретимся с вами уже когда буду ловить значит друзья смотрите почему я решил выбрать именно получается банан плюс сливки потому что смотрите вот мой браузер вот сайт rf 400 вот она вообще он пишется типа получится вот так вот 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 нажимаем получается нот бы вы заходите главной странице я нажимаю поиск наживки я нажимаю к марину е к мариной нажимаю друзья извините я не понимаю что происходит сегодня с этим компьютером нажимаю к марина и смотрите по рекордам больше всего заходит на банан плюс сливки видите чем прикол банан плюс сливки то есть кто-то мог бы мне предложить покупать ну сделать крем-брюле на крем-брюле вообще мало рекордов за сегодняшний день за последние сутки поэтому я решил именно банан плюс сливки я пост уже делал я уже проверял друзья этот монтаж кстати смотрите почему-то на растворимые сливки меньше рекордов чем на обычные сливки вот поэтому в телеграм подписывайтесь обязательно я этот прикорм уже проверял этот монтаж следующее чтобы я хотел бы вам сказать когда я буду ловить на бойлы тут смотрите беру я палку забрасываю например да это далеко и забросил на самом деле 8 метровой махи здесь как бы не особо не нужны такие сильные за забрасываем смотрите поплавок смотрите стоит да стоит это хорошо конечно вот если бы я поставил бы получается глубину поменьше метр например вот метр например здесь я поставлю чтобы это было наглядно он по идее должен утонуть видите все он утонул то здесь нужно идеально подбирать глубину вот метр кидаю туда метр все поплавок утонул если я поставлю например больше метр метр пятидесяти например метр восемьдесят если я заброшу смотрите поплавок не стоит он или тонет или стоит то есть здесь когда вы будете ловить на карповые бойлы но на карповую оснастку на махах тут главное подобрать идеально глубину по моему метр 50 здесь идеально да у нас станет а поплавок кто-нибудь видит вообще если честно нет ладно давайте попробуем как-то вот так вот забрасывать меньше о ну в принципе норм принципе но рта манить а ну окей по ходу метр шестьдесят можно поставить метр даже 50 метр шестьдесят да и забрасывать это реально сложно друзьям махи это сложно в убери идеально мне кажется идеально дело в том что еще дозит друзья проблема здесь будет в чем потому что мне будет мешать лодка лодка мешать будет и меня подсак слишком маленький дателин сколько стоит три с половиной нету денег на билет кстати билет стоит дороже чем на волховой по моему вот ну попробуем как-то половить я не знаю что будет короче вторая палка я уже собрал все короче получается вот такая у меня будет сборка наш поводок недоношенный короче большой один и вот такой вот монтаж тоже ставлю метр шестьдесят метр шестьдесят ставлю забрасываю как-то смотрим упал нет и третий поплавок тоже также такой же монтаж тоже метр шестьдесят так да отлично просто отлично кого теперь достаем наш прикорм у ее и не выкинул прикорм который я делал блин вот так вот сейчас быстренько зайдем прикорм выберем вот эту херню выберем весь прикорм который мы делали с вами из этого из комбикорма просто выкинем он нафиг мне нужен и это таким не пользоваться не буду есть теперь нажимаем you нажимаем на карася и начинаем потихонечку закармливать еще чуть-чуть сильнее кидай ты лошара ли что не мог понять говорите о хорошо короче скинем штучек 10-15 смотрите еще чем прикол я проверял этот монтаж я делал прикорм на банане на сливках он не работает здесь работает только стандартный прикорм в этом-то и прикол почему я выбрал сегодня на 19 уровне на бойлы ловить уже потому что можно использовать обычный прикорм представляете на карася самый стандартный так сколько мне осталось его 15 порций все хорош пока что хватит как россии трофейный клюют в основном получается у нас ночью но я буду стоять и днем посмотрим что из этого выйдет включу себя с вами уже утром и так друзья смотрите в чем прикол короче я помните вам говорил что приготовление прикормки мы храним 5 очков чтобы нас было качественный прикорм я не смог записать короче прошлый прикорм который я сделал был качеством 3 из 10 поэтому я очки уже вложил в замешивание прикормы у меня было восемь свободных очков и поплавочку я вложил тоже в карпу волосяной оснастку то есть так на котором и сейчас будем ловить что она нам дает она нам дает получается технику на крупный на крупно укропнение улова то есть не на трофей а именно вот этот когда у такого написано это прям круто такую тонаку такую оснастку и нужно ловить повышается техника крупней улов вот все я очки вложил я пошел только что купил еще раз вот денег уже еще меньше стало еще раз замесил прикорм на карася теперь нас он получился видите качеством 9 из 10 он будет гулять 9 10 9 10 вот так получается обратно закормлю 15 порций и посмотрим что получится один карасик мне уже клюнул вот наши бойлы вот сладкие сливки плюс банан вот опыта нету я не знаю как подсекать правильно уклейка то утопило да и все этот дербает 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 и них она непонятно сколько прикорма осталось а 18 еще три штучки раз два с трис все надеюсь все будет хорошо все продолжаем нашу ловлю и и вещества так ну что друзья как вы видели реально очень все плохо значит у меня за час получилось даже ни одно трофея я не смог поднять почему очень значит во первых как я понимаю наверное эти бойлы для маховой ловли для карася реально большие есть смысл наверное покупать более мелкие потому что подсечки очень плохие это во первых во вторых у каждой рыбы ну каждого как бы вида своей каждому каждого вида рыбы своя победа своя поклевка и нужно ее каждую изучать то есть тут нужен именно опыт даже того же самого карася я не понимаю когда нужно подсекать карпа я ловил на основном аккаунте более-менее я понял когда подсечкой и подсечки нужно делать на карпа на карасяки как как я понимаю то же самое практически такая же поклевка но немного она отличается чем-то возможно как бы из-за того что бойлы слишком большие вот смотрите она дербает 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 потом она или топит ну да тут по любому же подсечка должна быть о может трофей до первым и трофей ну хоть хоть что-нибудь я смог сделать сегодня хоть что-нибудь я смог сделать у него у него своя пусть у него своя поклевка и нужен опыт нужно смотреть на каждое поведение и смотреть на свои ошибки когда ты подсекаешь когда она не подсекается и каждую рыбу нужно изучать нужен именно опыт это маховая ловля реально дико 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 сложная вот на сегодня друзья я серию закончу леща я ловить сегодня не буду потому что мне нету денег даже на переезд на строк да не хватает денег вот я вне эфира еще раз пойду на уклейку схожу заработка маке нибудь 150 монет сделаю хотя бы наживку хотя бы прикорме сделаю и в следующей серии уже будем ловить леща будем ночью ловить леща а днем возможно будем ездить или на уклейку или на карася на строге будем искать вот будет там думаю будем подождать потихонечку фармить но фармить на разной рыбе в основном сейчас основную рыбу поиска поищем попробуем что оно такое сколько буду фармить на лещах например вот сегодня сегодня все это серия будет коротенькая это но уже тянуть больше не хочу в этой серии ловить леща спасибо всем кто смотрел друзья пишите советы свои они реально очень мне важны потому что я нихрена не понимаю реально нихрена в этой игре не понимаю учусь я вместе с вами все пока все друзья пока